Вы указали контактный свой телефон, создали, дает возможность уже какой-то информации о том, что что-то произошло с кем-то, ваших близких, знакомых. Каким образом, давайте с этим все, подать сигнал. Вторая часть, как вы можете отреагировать, потому что на самом деле люди недооценивают свои возможности и думают, что если я там сегодня у меня грех, или я там уже не в том возрасте, чтобы кому-то чем-то помочь. На самом деле это далеко не так. Помочь можно. Помочь можно, давайте смотреть, какие есть возможности для этого. Понятно, что вы не сядете в джип, в котором, может быть, не было у вас никогда в жизни, чтобы поехать помогать. Для части людей это понятно. Для кого она есть, такая возможность, и это сами включается, глядя на эту информацию. Порядунок, зазвычай, начинается с дуже важного вопроса – подтверждение информации про продукты. То, о чем я вам говорил, нечестно, не выждетесь в информацию, не является подтвержденной. Кстати, вот все, о чем я говорю, в начале звоните, 101, 102, 103, ну, как положено, в зависимости от ситуации, вопрос «проблема» заключается в том, что, когда реально проблема, дозвониться бывает крайне сложно. И для того, чтобы не класть яйца в одну корзину, вот и существует возможность для взаимодействия. То есть, это не подмена того, что должно делать государственная служба. Это в дополнение. Потому что пока отреагируют, где-то их техника далеко, а тут кто-то находится рядом, людям, может быть, быстрее отреагировать, чем… А тут ситуация может уже быть какая-то на часы. Вы там видели в сюжете, где шла речь о роженице, да, там доставили. Причем, речь шла о селе, в котором, в принципе, как таковой интернет такой мигающий. То есть, можно сказать, что его там нет. То есть, ситуация помогает даже в тех местах, где интернета нет. Потому что достаточно было дозвониться, и диспетчер выставил маячок, и люди уже дальше реагировали. Что важно. Значит, подтверждение информации. То есть, когда связь с потерпевшими утрачена, значит, а для им часто важно. Есть несколько методов для этого. Вот тут предлагают рассмотреть все следующие. Что вы просматриваете информацию, если у вас… Вы просто сидя дома, смотрите, что-то возле моего дома появилось. Реально можно увидеть с окна. Может и не можно. Ну, то есть, тут смотрите по вашей конкретной ситуации. Действительно ли там такой есть? Есть или нет? Вы можете подтвердить эту информацию, добавить что-то в, как минимум, комментарии. Дальше есть для уже тех, кто в состоянии быть полезным, выйдет. Они работают через вот эту вот меню, о которой мы с вами говорили, как батареек. В чем оно, в общем-то говоря, заключается? Это называется статус маячка. Первое. Ожидает на проверку статус. То есть, как только вы сделали маячок, вот в этом, когда вы нажмете на это, мы его называем, кирпич. Вы видите, да? У вас откроется на карточке маячка его статус. То есть, что они параллельны, на самом деле, непоследовательны. То есть, они могут быть одновременно. Ожидает на проверку. То есть, информация не подтверждена. Проходил человек мимо, по этому адресу увидел, с окна посмотрел, как угодно. Нажали кнопку. Да. Я подтверждаю, там, допустим, принятый, добрый, добрый. Очеркнутое подтверждение. Отчетверджение спростувало. Понимаете, что два взаимоисключающих, да? То есть, если вы видите, и там уже нет, но в конце концов, человека уже могли и другие забрать до того, как. То для того, чтобы не ехал сюда, тратя бензин, человек даром, да, то идет спростувало. Вот там, где вы видели комментарии, все ваши действия отображаются в журнале. Для того, чтобы, если возникает какой-то спор, было четко видно, кто что нажал. То есть, здесь нету такого, знаете, как нажал и ставался. То есть, а потом иди разберись, кто что спростувал, человек уплох. Да, как бы, четко видно, и мы понимаем, что да. Раз вы это делаете, вы это делаете ответственно. Потому что, как минимум, видно, кто это сделал. Значит, дальше. Очекуя на допомогу. Запропонувать свою допомогу. Когда волонтер видит, что, допустим, там те же джекеры. Да, у него это по маршруту. Кликает на эту штуку. Запропонувать. То есть, мы уже видим, там меняется цвет у этого кирпича, становится там зеленый. И мы видим, что на него кто-то уже отреагировал. Значит, где-то уже помощь двигается. Аналогичным образом, мы хотим на следующий, в общем-то, уже сезон договориться с МЧС, чтобы точно так же они могли, ну, чтобы не тратить зря силы и ресурсы, да, как бы. Здесь, я как говорил, их никогда много не бывает. Значит, вот здесь вы видите, да, принятые полимерки, меняется вот на такую. То есть, когда подтвержденная информация, она такой, спростована, такой. То есть, интуитивно понятно, да, что зеленый окрас, кофе-шока здесь, в общем-то, не так. По вырешению проблем. Значит, понятно, что если это связано там с медициной, там и так далее, там, скорая, то есть, в какой-то случае требует каких-то там специальных знаний и навыков. Если надо плоденную машину, чтобы их вытащить, или посадить себе в багажник, там, тех замерзших детей, и, в общем-то, погрязнять машину, для того, чтобы, в общем-то, их вывезти, то это, ну, как бы, не требует там специальных медицинских знаний. Значит, соответственно, у вас, получается, есть возможность запропоновать их, ну, как мы говорили, там, и проблему, там, где запропоновано к этому меняется, видите, каким образом оно окружается. Значит, все это меняется здесь, там, где этот мини-дорбитик. Вот. Если проблема была вырешена, значит, то мы предполагаем, тот, кто создавал этот морячок, дает о том, что его вырешено. В принципе, это может сделать, или какой-то доехал, для чего-то не в состоянии. Ну, надо, в каком состоянии находится. И есть завершен. Если автор маячка, например, я создал маячок, мне плохо, и вдруг кто-то написал, что завершен, а я тут глаза никого не видел. Ну, не знаю, бывают такие чиновники у нас, которые отрабатывают, что они всем помогли, там, не знаю, были ли в Виннице, куда мы за рынок были, там, и быстренько собежали, что там уже нет никаких проблем. А человек и близко эту помощь, и ни в глазах не видел. У него есть возможность у автора, только у автора. Спрос к вам. То есть, не, ребята, ехайте, еще раз. Вот это, вкратце, система, такая вот, как бы, действия. Алгоритм действия в случае, первое, дать сигнал. Второе, то, что делает диспетчер, вот там в сюжете вы видели. Причем, вот, последнюю зиму диспетчерами по Одесской области были не просто жители Одесской области. Были же одновременно семь диспетчеров. Один был в Киеве, один в Израиле. Вообще не проблема территориально быть диспетчером с точки зрения того, что он получает информацию, отражает, он просто сидит перед компьютером и, ну, достоверность, мои знакомые, чехто, то есть, вот, информацию для того, чтобы я ее, в общем-то, здесь мог отразить. Чуть-чуть покажу третью инструкцию. Она предназначена для организации общественных штатов. То есть, каким образом они взаимодействовали между собой, чтобы просто понимали, как выручили. Оно может быть чуть-чуть перегрузано. Но, с другой стороны, надо иметь хоть представление на этой картине в целом. Что происходит не только у вас, как спасителей или... Как у нас эта тема назовалась? Спасители Айти Бабу. Тема сегодняшняя спасителей Айти Бабу. Вот такая вот... То есть, знаете, вот как есть фильм «Спасатели Малипу» там, где-то на пляже. А у нас даже бабушки, там, спасатели, Айти Бабушки, которые могут позаботиться о своих внуках еще. То есть, как диспетчер, он сидит там, она, если что, то это самое, не даст вам виду. Значит, вот здесь, о чем, в общем-то, идет речь, как основная мысль, чтобы я вас тут не сильно перегружал. Вот, например, заходят по СМС, ну, МЧС по-старому, значит, на свою систему. У них немножко отличается меню, у них есть возможность создавать свои информации. Для чего это делается? На самом деле, есть две возможности. Вы можете смотреть на сигналы физлиц, и там очень будет много информационного суток. Спамов, то, что называется. То есть, когда люди дают какую-то недостоверную информацию, начинают баловаться, там, или подростками, или как угодно, что-то появляется, и чтобы что-то найти. Можно, в общем, тратить какое-то количество времени. Система организована таким образом, что каждое юридическое, например, общественная организация в том числе, не только МЧС, может создавать свой информацию. Здесь показывается, как это надо делать. Причем, здесь вот, видите, змеи, в одессе области места, там, пункты обогрева, например, бывает часто, что не нужно 40 километров добираться до дому, чтобы согреться. У них через каждые 5 километров должны быть разограны пункты обогрева. Это, конечно, не плохо. Но если ситуация критическая, то лучше добраться до местной точки, обогреться, но надо знать, где она. Значит, соответственно, вот как бы разные слова. Кто-то слышал про ситуацию, там, с крещами в Одесской области, да, вот, как бы, там, тусают, там, смертельные исходы есть, там, при интоксикации, да, как бы, энцефалит. То есть, области, где они есть. То есть, вот, когда они отмечаются, вы будете держать себя более, ну, осторожно, вот, как минимум уши закрывать, чтобы там не залезло, потому что-то сразу мозг интоксикации практически идет. Вот, у нас уже, то есть, мертные случаи, то есть. Вот, и, то есть, информации на различные, в общем-то, ситуации, на различные слои. Значит, это, собственно говоря, инструкция, как они это могут делать. Вот, я хочу закрутить, как это выглядит, то есть, вот, они создают, где именно, и что в картах происходит. Вот, в частности. А слоя, слой, ну, здесь, оно сейчас полубащико, чтобы у вас было хотя бы визуальное представление услуги. Сюда, или тут нет устроя? Здесь, наверное, нет. Здесь как создавать? Реально. Тогда давайте мы посмотрим по-другому. Я покажу, что это Кугостей. Я тут уже не покажу. А можно мне, девушка, а можно мне на Google Home продать? Что я не знаю, где у меня здесь? Куда у нас он? Google Home. А, почему? Потому что я на него нашел, он почему-то... О, спасибо большое. Так. Был на дело... Так, уже уже, уже, в честь, в честь. Я так скидетикал. Много. Сейчас. А будет он здесь номер, и вообще, в часы. Такой. В планете. В планете. А, в планете. Продолжение следует. Это не надо. Я вам хочу показать. Это показывает сейчас ситуацию того, что люди фиксируют какие-то разные вопросы. Может быть, 1692 уже есть, но можно уменьшить карту или увеличить до своего дома-района. Я сейчас уберу все, что делают люди и покажу вам, что такое условия. Допустим, у нас есть слой общественной организации. Вот такой вот. Давайте на ее примере посмотрим, что это такое. Вот этот слой информации, где представим... А тут МЧС тоже, по-моему, есть, да? Что соответственно? Что соответственно? Что здесь хорошо отвечает. Окей. Значит, идея, в общем-то, такая. Для того, чтобы джипер не выезжал и не тратил там или кто угодно ресурсы, в большей части они индируются на эту информацию. Каким образом происходит взаимодействие? То есть, когда некая общественная организация или МЧС проверенную информацию переносит к себе на слой. Здесь уже, как вы видите, они такие сгруппированные факторы, но если вы его увеличите, то вы увидите, в общем-то, тоже вот такие вот маячки. Просто здесь не СОС, в общем-то, какие-то другие, там, другая тема, да? Значит, соответственно, вот мы просто будем ориентироваться. Например, мы выезжаем, как общественный штаб по Одесской области. Мы запускаем здесь свой слой информации. И люди ориентируются, в основном, включая у себя вот этот слой. То, что вы сделали, как Майя чёркнуло, тут плохо, да, он в первую очередь реагирует, как мы говорили, чем вы можете помочь для того, чтобы подтвердить информацию на старте. МЧС может ориентироваться уже только на этих, которые уже достоверно и сформированы вот такой вот слой информации на карте конкретного юридического лица, который отвечает за достоверность этой информации. Они уже взаимодействуют с живыми людьми, что это за люди, перезванивают вам на тот телефон, который оставили, для того, чтобы убедиться, что они берут максимально достоверную информацию. Вот это примерно под плюс-коро. Пусть я не переговорил, пожалуйста. Нужно пока что об этом вспоминать только тогда, когда захотите. Или если есть общественные организации, которые могут поучаствовать, поучиться, как организовывать этот общественный штаб, пожалуйста. Если нет, то тогда и, как говорит молодежь нынешняя, не парьтесь. Значит, у вас есть ключевой вопрос. Первый. Как подать мой отчет в СОС? Ближние, ваши родные, близкие. Вы уже как будете на компьютере уметь работать. Есть инструкция. Видео. Запомнили, да? Видео в СОС. На канале, вот это Young Community. Здесь есть ссылочки на инструкции. И вы самостоятельно дома, на компьютере, пошагово, по тем инструкциям, которые я вам показывал, они очень подробные. Научились, первое, поставить такой маячок. Второе, как можно отреагировать. Посмотрели, что вы можете сделать, в общем-то, сидя дома или возвращаясь где-то. Значит, если вы можете выйти там за продуктами или что-то выделить по дороге, вы тоже можете прийти домой и отреагировать. Вот это то, что вам желательно было бы запомнить. Дай Бог вам никогда и вашим близким не сталкиваться с проблемами. С другой стороны, мы живем в таком мире, в котором никто ничего гарантировать не может. И это не основание впадать в панику. Мы просто держимся друг за друга. Мы понимаем, что вместе, в общем-то, реагируя на какие-то сигналы тех, кто рядом с нами, у нас больше шансов. Больше шансов. И, честно говоря, это даже приятнее жить, когда вокруг тут есть какая-то человечность. Здесь это работает, может, фактически в любом. Мы ничего не организовали. Мы дали инструменты. Дальше это вопрос, собственно говоря, самих людей. Потому что, когда они делают это хаотично, вот человек вышел, ну как мог, так и помог. В принципе, кого он где и как нашел. Здесь есть возможность, по большому счету, для любого города, то есть для жителей. Соответственно, ключевой вопрос, каким образом увидеть, то есть, само собой дать информацию, с другой стороны, ее увидеть для координации. Вот это. Первое. И второе, это, конечно же, СССР, для которого ответственные места. Ну, два вопроса, которые, в принципе, не так сложно решаются. Вот, а дальше, на большие города это вообще элементарно. Мы сейчас, вот, с коллегами будут проводить какое-то обучение, там, по маленьким таким, как громадам. Вот. И понимаем, что это тоже имеет огромное значение. Потому что, когда мы двигаемся, еще и при нашем состоянии дорог, когда застрять можно на любом участке, а еще тем более, если не по городу, то, как раз, оказавшись возле села или еще что-то, нам очень важно, чтобы не только жители там больших городов понимали, о чем идет речь. В общем-то. Ну и, конечно, были какие-то инициативные группы внутри небольших громад, которые, понимаете, как одной семьей. Это не значит, что вы такой рок жизни должны 24 часа в день не вылазить, смотреть на ту карту. Ну, как можно, конечно. Но это и создает... Я хотела бы спросить, а по мобильному пост можно подать? По мобильному. То есть, а в том случае здесь не есть интернет на мобильном, да? Или вы позвонили своим знакомым, у кого он есть. Вот как было в этой село Соруженицы, там интернета не было в помиле. Да. Они просто озвонились, и человек, который диспетчер нанес, джиппере отреагировали и дальше уже держали связь, какую смогли. И в комментариях там было, в телефон, конечно. Можно еще? Да, конечно.